Плата начала расти в реальном выражении, слава богу, изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост, поговорим об инфляции, конечно, инфляция 8% ожидается. Декабрь, пресс-конференция. Владимир Владимирович Путин, подводя итоги 2021 года, сообщает 8% у нас инфляция. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, по вашим ощущениям, за прошлый год, на сколько выросли цены? Вот давайте по конкретике. На эту самую пресс-конференцию Кремль потратил 117 миллионов рублей. Из них почти полтора миллиона на обработку журналистов частицами серебра. Но это не важно. Важно то, что в позапрошлом году уже, в 2020, конференция стоила ровно в два раза дешевле. То есть что получается? Судя по пресс-конференции, инфляция у нас 100%, не 8%, а 100%. Именно это самое мероприятие, пресс-конференция стоила наполовину меньше, в два раза меньше. Друзья мои, это значит инфляция 100%. А где они берут 8%? Это вообще как? Даже в Союзе Пенсионеров России считают, что Путин соврал о темпах инфляции. А на Украине государство куда справедливее к населению, чем у нас. Это какие-то потрясающие новости. Мы прочитали, что президент хочет пенсию добавить. Не по планируемым показателям, а в соответствии с инфляцией. Но инфляция 10-12%. Когда она обгоняет, продукты и товары дорожают в несколько раз. То, конечно, сложно жить. С каждым годом все хуже и хуже. Озвучить такую хулу осмелился не какой-то там оппозиционер, а вполне себе официальный председатель. Московского отделения Союза Пенсионеров России Игорь Корнеев в эфире на радио «Говорит Москва». Он заявил, что озвученные Путиным темпы роста инфляции на порядок ниже реальной цифры. Напомним, на пресс-конференции президент сообщал, что цены на продукты выросли на 8%. Корнеев уверен, что реальный уровень инфляции составляет 10-12%. Хотя многие экономисты называют цифру 20-25%. И я, скорее, склонен соглашаться с ними. По мнению председателя Союза Пенсионеров, решить этот вопрос можно, посмотрев на Украину. Там справедливые власти, по примеру Арабских Эмиратов, ввели закон, обеспечивающий населению беззаботную старость за счет процента от добычи недрископаемых. «Почему бы и нашему государству не выплачивать стареющему населению процент от наших недр?» Задался вопросом Корнеев, подчеркнув, что нынешних стариков этот процент уже никак не спасет, но хотя бы защитит от безбожного роста цен подрастающее поколение. Пенсионеры. Опора путинского режима. Люди, которые из года в год помогают победить на выборах единороссам, Владимиру Владимировичу, губернаторам и так далее. Вдруг даже они прозрели и понимают, что что-то не так у нас в стране происходит. И деньги — это, конечно же, только один из показателей. Да, цены на продукты питания растут просто безбожно. И дело не только в ценах. Вот посмотрите на эти кадры. Меня, как человека, который немножко в естественных науках понимает, это просто вводит в настоящий шок. Вот, вот это вот мутант с ними. Смотри, как накачалась. Накачанная курочка. Огромная мясистая мышца на малюсенькой-малюсенькой куриной ножке. На крылышке даже. О, боже, какая. Сталлона. Или даже Шварценеггера. Курица Шварценеггер на прилавках наших магазинов. Дорогие друзья, я думаю, не нужно особо объяснять, что это такое. Это гормональные средства, которые в огромном количестве добавляются в корм птице и крупному рогатому скоту и свиньям. Во многих регионах страны вы не можете купить безопасного мяса, яиц, молока. То, что мы покупаем, напичкано гормонами, раз, для быстрого роста. Антибиотиками два. Потому что скот и птица содержатся в таких условиях, что, не дай бог, там какая-то инфекция пролетит, нужно будет уничтожать огромное поголовье. Конечно же, это разного рода ускорители роста, всякие комбикорма непонятно из чего сделаны. Вот это то, чем питается, соответственно, птица и скот, а потом мы их вроде как кушаем. И к чему это все в итоге приведет? Друзья, это же очень опасно. У нас цены растут, а качество продуктов питания падает. То есть как работает капитализм? Максимизация прибыли. Капиталист видит, я могу заработать на курице, ну, например, миллион рублей. Возьмем такую круглую цифру, миллион рублей. Но цены начинают расти. Капиталист понимает, блин, это уникальная ситуация. Я заработаю не миллион рублей, а полтора миллиона рублей. Этой возможностью надо воспользоваться изо всех сил. Если сейчас цены растут, мне нужно расширять бизнес. Мне нужно продать курицы больше. Я возьму кредит в банке, несмотря на высокие проценты, я смогу заработать 3 миллиона рублей. И чтобы это произошло, они начинают пичкать разными химикатами продукты питания. Это у нас сейчас фактически, я так понимаю, никто не контролирует. Это что за руки-базуки? В нормальной стране эта дрянь не может появиться на прилавке. У нас появляется, у нас все хорошо. Капитализм. Цены растут. Предприниматель еще подключает хлыст. Работники работают еще больше. Добавляются различные полулегальные методы ускорения, повышения производительности урожайности. Вот, пожалуйста, результат. Нас травят. Где реакция каких-то чиновников, каких-то властей? Все хорошо, ребята. Инфляция 8%. В наступившем году могут взлететь цены на ментай, одной из самых популярных у простых россиян рыб. С 1 января начинают действовать новые правила получения лицензии на вылов рыбы, установленные постановлением правительства РФ, где все, как обычно, максимально неясно прописано. Президент Всероссийской ассоциации рыбной промышленности Герман Зверев и глава ассоциации добытчиков ментай Алексей Буглак отметили в письмах к вице-премьеру Абрамченко, курирующий отрасль, что каких-либо нормативных актов, которые определяли бы точный перечень необходимых документов для доказательства о растаможке судна, в России пока нет. В итоге, по словам представителей отрасли, сложившаяся ситуация с выдачей разрешений может привести к полной остановке промысла и производству рыбной продукции в крупнейшем рыбохозяйственном бассейне страны. Как минимум 45% из занятых выловом ментая 120-125 судов просто не смогут выйти в море. В 2020 году вылов ментая по всем районам промысла рыбохозяйственного бассейна в РФ составил 1 миллион 770 тысяч тонн. Таким образом, из-за невыхода в море 45% судов отрасль может не досчитаться. Вылов 800 тысяч тонн ментая, а цены на эту рыбу могут разом вырасти на 50%. Вот когда просто пытаешься сопоставить, что реально происходит в стране и что заявляют наши властители, вообще не понимаешь, они на какой планете-то живут. Вот смотрите, замечательное исследование. Распределение малоимущих домашних хозяйств по основным категориям. По итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. По месту проживания в городах, проживающие в сельских местностях, по составу домохозяйств. Сколько? Один человек живет, два человека живут, три человека, четыре, пять и более человек. По наличию детей. Путин считает, что рожают мало из-за отсутствия пропаганды большой семьи. Но статистика говорит о другом. То есть я вам рассказываю, кормят нас хрен знает чем. Если проверить, две трети продуктов из наших магазинов должны прямиком отправляться на свалку, как непригодные к пище в принципе. Цены растут, власти для этого ничего не делают, никаких пособий, никакой поддержки. Даже союз пенсионеров, которые смотрят в зомбоящик, внезапно говорят о том, что на Украине уже лучше, чем у нас. А Путин говорит, надо просто усилить пропаганду. Еще больше зомбоящика. Надо показать все положительные стороны большой дружной семьи. Какое-то счастье иметь детей. Большего счастья не существует. Так предлагает решить проблему рождаемости президента. Если заглянуть на официальные данные Росстата, я подчеркиваю, это даже этот, манипулирующий статистикой Росстат все прекрасно показывает. Хорошо видны причины падения рождаемости. Откроем российский статистический ежегодник за 18-й год, еще до пандемии. На одной из таблиц на периоде 13-16-х годов наглядно показано, что количество относящихся к малоимущим семей, где не было детей в возрасте до 18 лет, падало. Тогда количество малоимущих семей с детьми росло, причем тем быстрее, чем больше в семье было детей. Растить детей очень дорого. А в стране, где с 14-го года только официальные, реально располагаемые денежные доходы населения упали на 10%, это прямой путь в бедность. И никакая пропаганда, поглощающая ежегодно десятки миллиардов рублей с бюджета, это не решит. Другая проблема, которая на самом деле, а не в фантазиях Путина, влияет на рождаемость, это отсутствие нормального жилья. Мы должны вытащить людей из трущоб, заявил Путин о необходимости спасать людей из аварильного жилья. Что касается квартиры домов, которые взяты по ипотеке и уже признаны аварийными, то это уже особая ситуация. Нужно смотреть, что делать, и как поступать с теми, кто контролировал это строительство. Первый вопрос по поводу софинансирования со стороны регионов. В целом они всегда хотели сократить свою долю участия. Надо смотреть на состояние региональных финансов. Людям, по большому счету, все равно, им нужно решать проблему. И государственная власть должна исходить из сверхзадачи – удовлетворить людей. В то же время надо понимать, что и доходы регионов растут, и доходы региональных бюджетов существенно выросли. Власти ищут баланс. Путин также подчеркнул, что аварийное жилье построено при царе Горохе. И признался, что в первый раз слышит о связи ипотеки и ветхого жилья. Пообещал разобраться. Самая главная часть – будет ли продолжение этих программ, будут ли выделяться деньги. Будут. Программа готовится. Путину власти больше 20 лет. И только сейчас он заметил, что в стране есть какое-то жилье, которое было построено при товарище Сталине, товарище Хрущеве, товарище Брежневе и даже товарище Горбачеве. А кого Путин назвал царем Горохом? Он боится называть эти фамилии? Вот как у него есть определенные, видимо, психологические проблемы, говорить про Навального, так же он не может говорить про советских руководителей? Да, да, да. Многие жилые объекты строились в попыхах. Они предполагались как временные. Ну, простите, а Путин что смог построить? Вот эти вот реновационные из дерьма и палок объекты, в которых вообще непонятно, как жить? Ну что ж, успехов. В таких-то домах, в таких-то условиях мы только и побежали рожать 3-го, 4-го, 5-го, 6-го. На Урале пенсионеров заманивают прививаться сертификатами на 250 рублей в аптеку. В Первоуральске придумали поощрение для вакцинированных пенсионеров. Им будут вручать карточки на 250 рублей. Граждане стаж 60 лет смогут вдоволь пошиковать в 9-ти городских аптеках, однако указанную сумму можно будет потратить только при покупке от 500 рублей. А аттракцион невиданной щедрости доступен лишь для тех, кто привьется впервые. Вот это все, что нужно знать об уровне благосостояния россиян. Сколько это? Это 3 доллара. За 3 доллара люди готовы изменить свое отношение к тем или иным медицинским процедурам. За 3 доллара. Вот так власти, чиновники относятся к нашим людям. Они понимают, на самом деле, насколько бедственное положение наших людей, которые готовы вот-вот ради 250 рублей. Ну, я не знаю, это настолько грустно, что рассказывать тяжело. Между тем, чем хуже материальное положение человека, тем сильнее его страсть к быстрому заработку. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в криптовалюты россияне вложили 5 триллионов рублей. К сожалению, по опыту значительная часть этих денег была заемная. Россияне инвестировали в крипторынок 5 триллионов рублей. Об этом сообщил на парламентском слушании в Госдуме глава комитета Нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что крипторынком интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы, то есть простые люди. С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если мы что-то будем запрещать и ограничивать. Более того, активы граждан у брокеров в доверительном управлении превысили 20 триллионов рублей. Постоянные на Ютубе и везде реклама Тинькофф инвестиций, ВТБ инвестиций, вкладывайтесь с нами, вкладывайтесь сюда, вкладывайтесь сюда. И вот люди несут свои денежки на поле чудес. В криптовалюту вложили 5 триллионов. В акции облигации всякие там структурные ноты и другие продукты вложили 20 триллионов рублей. 25 триллионов рублей инвестировали россияне в эти активы. В течение 2022 года, скорее всего, будет обвал мировых финансовых рынков. Криптовалюта улетит просто очень серьезно. Люди потеряют 80-90% своих денег. Вот представьте себе, сейчас 25 триллионов рублей вложено в эти все вещи. Люди, многие, реально, берут кредиты, они верят, что сейчас, вот смотрите, все растет, наверное, я смогу быстро заработать. И кредит верну, и мне останется на жизнь. Куда-нибудь там в отпуск езжу, квартиру, машину куплю, ну как-то, что-то. Потому что человек не знает, как на это заработать, и он бросается во все тяжкие. А если 90% из этой суммы внезапно исчезнут, ну как исчезнут, произойдет перераспределение. Финансовые воротилы, конечно же, на этом заработают. Они, наоборот, по дешевке все потом откупят. Есть люди, которые на обвале всегда зарабатывают, но это не простые люди. Это финансовые воротилы, акулы бизнеса, акулы рынков. А простые люди потеряют 90%, 22 триллиона рублей. Потеряют, вы понимаете? И многие потеряют кредитные деньги. И откуда возвращать? Мы на волоске. Мы на волоске от обвала. Друзья, пожалуйста, если вы во что-то навкладывали денег, фиксируйте прибыли, частями выходите. Ну, это не финансовая рекомендация, ни в коем случае. Будьте максимально осторожны. Если вы, не дай бог, взяли какие-то кредиты, срочно решайте с этим вопрос, погашайте. Не ждите у моря погоды. Схлопнуться может в любой момент. Наши власти постоянно вводят какие-нибудь штрафы. Дума им пишет. Вот если бы вы людей не злили, не доводили до бешенства, талантливые вы наши, а изучали международный опыт повышения зарплаты пенсии своим гражданам, а то у них пособия в несколько раз больше, чем у нас зарплата хорошего специалиста. Толку было бы больше. Интересуйтесь, как Дания выплачивает минимальные пособия в 1800 евро в месяц, а мы с нашей нефтью, газом и алмазами имеем прожиточный минимум в 150 евро. То есть 1800 евро это минимальное пособие, сколько государство дает денег, не считая, возможно, имеющихся других доходов, источников доходов. А у нас 150 евро это в целом. Штрафы они изучают. Бег, изучайте и тренируйтесь, есть шанс, что поможет в случае чего. Незыгрь высказывается о повышении цен. По итогам года внутренние цены в отечественной экономике возросли на базовые виды продукции металл, лес, уголь, углеводороды, химию и прочее на 50-70%. Ага, значит, все-таки инфляция немножечко не 8%, я так понимаю. Это поставило под угрозу выполнение национальных проектов в инвестиционной части, дополненное частичным срывом финансирования из-за бюрократических процедур Минфина и слабой компетентности в сфере реальной экономики его управленцев. Подождите, цены выросли на 50% во многих отраслях. Единственное, что волнует наших, блин, чиновников, национальные проекты под вопросом. Знаете, как я это вижу, как я читаю это? Во-первых, на людей наплевать. Во-вторых, когда спросят, какого хрена вы опять ничего не сделали по национальным проектам? Ой, так это цены виноваты. Это вот из-за цен. Больше никаких причин не было. Слушайте, что такое плановая экономика? Вот вы решили некие проекты устроить. Вы почему заранее контракты не заключили по фиксированным ценам? Как это понимать? контракт, вот есть понятие договор, а есть понятие контракт. Договор вы заключаете это на одну сделку, ну, например, вы покупаете вагон сгущенки. Контракт, это вы заключаете контракт на то, чтобы каждый месяц к вам приезжал вагон сгущенки в следующие два года по такой-то цене и так далее. там прописывается, что цена может вырасти вот в таком-то пределе, в таком-то коридоре, коридоре не больше официальной инфляции, бла-бла-бла. И заказчик, который вам такие оптовые партии поставляет, он тоже в плюсе, потому что он знает, что часть продукции у него гарантированно купят. Вы купите, а если не купите, будете штрафы платить в соответствии с контрактом. Почему наше замечательное начальство не в курсе таких инструментов? Вы сделали национальный проект, речь о триллионах рублей, и вы не заключили долгосрочные контракты? Понятно, что на людей на простых плевать, но то, что они, короче говоря, и с этой стороны плохо, и с этой стороны плохо, друзья, какие у вас ощущения? Вы уже прочувствовали вкус кризиса или пока что нет? Когда наш человек поймет все-таки, что пропаганда пропагандой, а кушать-то тоже что-то надо, какие у вас ощущения? По мнению родственников, друзей, какая ситуация с безработицей, какая ситуация с достатком, насколько люди в кредитах, насколько люди готовы дальше терпеть то, что происходит? Спасибо, вместе мы сила, вместе мы победим, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok